А я напоминаю, что спину ребёнка нужно беречь с молоду, но, к сожалению, нарушения осанки встречаются достаточно часто. По данным медиков, почти две трети из нас в той или иной степени подвержены этому недугу. Что делать, если ребёнок сутулится? Как сформировать у ребёнка правильную осанку и предупредить проблемы с позвоночником? Об этом мы поговорим с главным врачом областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Натальей Логиновой. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, когда говорим о осанке, у школьников, что-то первое, что в голову приходит, это портфель. Конечно, потому что он тяжёлый. Который тяжеленный. Вообще, он влияет на осанку? Или там нет? Безусловно. Прежде чем говорить, какие факторы влияют на осанку, давайте вспомним, что такое вообще осанка и правильная осанка. Осанка – это положение тела человека в расслабленном состоянии, когда он стоит или сидит. Поэтому многие родители даже уже забыли, что такое правильная осанка. А как это проверить? Давайте проведём маленький тест. Чтобы понять, правильная ли осанка у человека, необходимо максимально поднять плечи. Ах, хорошо, хорошо. Отвести их сзади и опустить. Вот это положение и правильная осанка. Это правильно осанка, мне считается? То есть плечи у меня на одном уровне, и это значит хорошо? В повседневной жизни ты так сидишь? Нет, Андрюша, конечно. Я вот так сидишь. Конечно, этот тест можно провести в положении стоя, когда правильная обувь, пескоблоков. Поэтому вот этот стереотип правильной осанки – запомнить его и формировать его у будущих школьников. Это поняли, что касается портфеля. Сейчас действительно пристальное внимание к школьникам. Начался учебный год. И одним из факторов развития неправильной осанки действительно является ношение тяжелых портфелей. Портфель должен быть не больше по массе, не более чем 10% от веса ребенка. И, конечно, в первую очередь мы говорим о портфеле оранца. Это должен быть ранец с двумя широкими лямками. И правильно именно установлен по росту ребенка. Ширина ранца должна быть не шире плечей ребенка. А знаете, когда я училась в школе, мне говорили, что парты тоже искривляют позвоночник. Видимо, они какие-то неправильные. Вот это может еще быть признаком того, что искривите нашу позвоночник? Что касается школьной мебели, то сегодня здесь очень жесткий контроль. И наверняка в школах мебель подобрана правильно. Родителям необходимо обратить внимание на те стулья и столы, за которыми занимается их ребенок дома. Конечно, наши офисные стулья ему не подойдут. В первую очередь это должна быть правильно подобранная высота стула. То есть проверить это можно тоже элементарно. Ребенок должен упираться спиной в спинку стула. Стул должен быть на четырех ножках, неподвижный, не крутящийся по ротации. И составлять ребенок сидит на суле таким образом, чтобы был прямой угол между голенью и бедром. Кроме того, прямой угол между плечом и предплечьем. Жесткость стула не имеет значения? То есть мягкий или более жесткий, это не важно? Ну, здесь уже менее значения, чем, например... Ну, то, что осанка не красит человека, это уже понятно, но она же еще наносит непоправимый вред здоровью человека. Да, поточнее, можно? Конечно, в нашем организме все взаимосвязано, безусловно. И нарушение осанки, которое, кстати, является функциональным изменением и абсолютно обратимым при своевременной коррекции, если, опять же, не корректировать нарушение, это приведет к прогрессированию патологических состояний, в первую очередь на изменения на позвоночнике. Что такое нарушение осанки? Это или сглаживание, или, наоборот, выраженность физиологических изгибов, которые приводят к патологии. Поэтому в дальнейшем, если коррекции не будет, то может развиться и сколиоз, и снижается такая, так называемая, амортизационная функция позвоночника. Это приведет и к метротрагматизации головы, головным болям, к утомляемости ребенка в дальнейшем. Безусловно, это изменение внутренних органов, и на бронхолегочную систему повлияет, и на работу кишечника, и сердца, суставы. Безусловно, цепочку можно продолжать до бесконечности. Какие упражнения можно делать дома, чтобы следить за осанкой? Самые простые. Ну, в первую очередь, конечно, это упражнения на пресс, потому что подтянутый живот, и причем пресс нижней части. Вот это хорошо. То есть приучите свое чадо заниматься зарядкой именно на укрепление передней брюшной стенки. Безусловно, это упражнения в положении лежа на животе, лодочка, имитация плавания кролем. И, конечно же, практически в каждой семье сейчас есть возможность приобретения тренажеров. Неплохо будет, если это будет велотренажер или тренажер, имитирующий греблю. Но, опять же, правильная установка тренажера. Это должно быть высокое положение руля. Спасибо. Спасибо большое. Всего хорошего. И будьте здоровы. Спасибо. До свидания. До свидания. Напомним о том, как сформировать у ребенка правильную осанку и предупредить проблемы с позвоночником, мы говорили с главным врачом областного центра лечебной физкультуры и спортивной медицины Натальей Логиновой. Спасибо.